Замечательно. Добрый вечер. Добрый вечер. Пока кто-то подтянется, мы постараемся сказать два слова о недельной главе и о сегодняшнем дне. Очень интересная традиция в Израиле. Первый день недели, который сразу после главы Баишлах и послал, в которой рассказывается о борьбе Якова с ангелом, этот первый день недели посвящен тем, кто пострадал в армии обороны Израиля при исполнении своих служебных обязанностей и в рядах тех организаций, которые занимаются охраной, охраной населения и государства. Среди них есть люди раненые, есть люди, получившие инвалидность. И этот день дань уважения к ним. Понятно, что в главе рассказывается о том, что Яков в борьбе с ангелом получил повреждение. И тут нужно сказать, что такие моменты традиции, которые, в общем-то, новые, может быть, они определяют, на мой взгляд, характер, еврейский характер государства гораздо больше, чем многие-многие другие моменты. Можем отметить с вами, вот пока все присоединяются, что период перехода от Галута, изгнания, Геулека, освобождения, он очень трудный период и трудный физически в плане понимания происходящего. Вильнюсский Гаон говорил о том, что этот период перехода, возвращение, начало возвращения в землю Израиля, он ссылался на высказывание или, скажем, статью, из, так можно сказать, работы Рамхаля, Рамхаля Луцата, его предшественника, предшественника Вильнюсского Гаона, который в своей статье «Возвращение» или «Освобождение» Геула, он говорит о том, что период возвращения из Галута луцата-каббалисты, он пользуется каббалистическими терминами, он говорит, что есть разные принципы управления, что когда в изгнании Всевышний управляет как бы через малые окна, а в земле Израиля открываются большие окна, и вот период возвращения из Галута в Израиль, он соорождается тем, что малые окна закрываются и большие открываются. И вот есть момент промежуточный, когда как бы Всевышний не управляет, и тут зло, и оно врывается в мир. Конечно, Всевышний управляет всегда, и можно сказать, что тут очень много зависит от людей, их способность понять начало нового времени, начало нового управления миром, возвращение Израиля на политическую арену, задачи Израиля. Если люди в состоянии это понять, то вот этот переходный период, его можно проскочить как бы без проблем. Вильнюсский Гаон предвидел тяжелое время, он говорил опять же о борьбе Якова с Ангелом и Савом, который происходит как бы на границе земли Израиля в момент возвращения. Он говорил, что можно избежать этого тяжелого времени, если сыновья Израиля все поднимутся сразу и как бы стеной поднимутся в Израиль. Он молился о том, что это произошло. Ну, вот это то, что можно как бы сказать. Можно сказать, что я бы сказал, что сегодня еще не поздно, чтобы закончить тяжелое трудное время, когда Израиль борется за свое существование, и перейти ко времени, когда Израиль распространяет благословения в духовном и даже материальном плане на весь мир. Это можно сделать как бы в одну секунду, в одну мгновение, если сыновья Израиля поймут, что старое время закончилось, как бы, да, управление миром, которое соответствует времени Галута, оно уже закончилось, и наступило время, которое соответствует времени Геулы, времени возвращения. Вот, и это можно как бы закончить все трудности в одну секунду. Нужно только подняться и переехать на святую землю и заняться, двигаться в направлении строительства храма, из которого будет распространяться благословение на весь мир. Вот это в качестве такого видения, небольшого, вот, пока мы ждали, пока все присоединиться. А теперь мы с вами как бы с молитвой в сердце, как всегда и на устах, мы продолжим изучение книги Шофтим, книги Судей, которая представляется очень трудной, она как какой-то конспект, и иногда непонятно, что хотел сказать, так сказать, ее автор, пророк Шмуэль. Общий план понятен, а вот некоторые детали не совсем ясны. Но мы сегодня с вами постараемся посмотреть, как раз вот, посмотреть детали, найти их смысл, постараемся это сделать. В каком плане мы посмотрим, как, скажем, да, как, скажем, понимание сыновей Израиля, понимание ситуации, оно влияет на происходящее событие. И то, что мы попробуем сегодня с вами сделать, увидеть, как вот недостающая информация, она как бы зашифрована в именах, которые приводятся в книге Шофтим, в книге Судей. Вот так, сейчас я попробую найти то, что мне хотелось найти. Вот я говорю, и одновременно пытаюсь открыть, вот, значит, мы с вами добрались до периода дворы, это четвертая глава, начали о нем, начали о нем говорить. Я хочу здесь подчеркнуть только несколько, несколько моментов, да, и опять стали сыновья Израиля делать злое перед очами Бога. Иуд же умер. Мы помним, что Иуд, это тот, кто убил царя, царя Моаба, царя Иглона, и поднял восстание, и вернул сыновей Израиля к соблюдению законов Торы, так как он сам был мудрецом Торы. Но мы видим здесь, интересно, что прежде, чем Иуд умер, раньше, чем он умер, сыновья Израиля уже стали делать дурной перед очами Бога. То есть, если раньше говорилось, что судья умер, а потом сыновья Израиля начали опускаться как бы вниз по духовной лестнице, здесь нет. Еще до смерти Иуда они уже начали опускаться, да. И придал их Бог в руки Явина, царя Канаанского, который царствовал в Хацоре. Я пометил для вас в Каленина, в Тали, на севере. Мы видим совершенно новую ситуацию. Если раньше борьба была с соседями, с Кушанри-Шатаем, который пришел из Междуречья, с царем Муава, то теперь мы видим, что борьба с внутренним врагом, кананские племена, они, во-первых, живут в анклавах, разделяя сыновей Израиля, разделяя колены, а во-вторых, и здесь это уже становится более важным, они собираются на севере и образуют царство, задача которого – разрушить сыновей Израиля, вернуть землю Канаан в свои руки, так же, как предсказала Тора, что если вы оставите их, то они будут воевать не только за ту землю, отстаивать ту землю, на которой живут, но они будут воевать и за ту землю, на которой вы живете. И теперь мы видим, что в Кацоре образуется царство, вот там царь Явин, царь Явин он упоминается во времена Яшуа, конечно. У нас нет картинки. А, нет картинки, да. Сейчас, пожалуйста, я попробую ее поднять. Вот у меня показывает, что у вас должна быть картинка, но я сделаю, скажем, что-то. Нет проблем, мы сейчас видим первое, все хорошо. Замечательно, да. Вот царь Явин, он правил во времена, упоминается во времена Яшуа, конечно, это другой царь, да. И, скорее всего, он не имеет отношения родственного к тому царю, а мы видим здесь идею кананских племен восстановить царство, да, поэтому царю своему он не дает имя царя, который был, восстановить царство, вернуться к своим корням, изгнать сыновей, изгнать сыновей Израиля. А военачальник его, Сисра, жил в Хорошет-Агоим, которая находится на территории колена с Вулуном. Что мы здесь видим? что есть как бы столица, а есть отдельный город, в котором собираются, как мы видим, колесницы, у него 900 железных колесниц, если мы можем представить себе то, что у египтян было 600, огромное войско по тем временам. намного позже у царя Ахаба, как мы знаем из исторических заповесей, у него 2000 колесниц, это намного позже. Здесь 900 колесниц, это огромное, огромное войско. Это понятно, что это страна с армией. Какая цель этой армии? Не защита от внешних врагов, а завоевание земли Канаан. Вот встал враг, который готов положить конец исходу из Египта, перечеркнуть всю историю, положить конец той линии, которая идет от прорцов через гору Синай, какого-то исправления мира. Сейчас Канаанские племена вновь овладеют всей землей. И он 20 лет жестоко угнетал сыновей Израиля. Овладеть Израилем не овладел. 20 лет он готовится и не решается все-таки выступить против сыновей, сыновей Израиля. Сильное его давление на севере. Много, скажем, разбойников, часть из них, которые это походы, вот этих отрядов, сисры, которые грабят в земле Израиля нормальный порядок жизни, позволяющий торговлю и земледелие в спокойном, в спокойном таком плане, он нарушен, особенно на севере страны, и зреет вот эта масса, это 900 колесниц, огромное войско, которое в какой-то момент ворвется и захватит всю землю, территории всех колен. А дальше говорится, и двора пророчица, жена Лапидота, она осудила Израиль в то время. Мы видим интересный момент. Во-первых, переход от мудрецов Торы к пророчеству. С одной стороны, казалось бы, это момент положительный, пророчество, дух пророческий, но мы понимаем с вами, что, скажем, такая необходимость пророчества, вдохнуть новый дух, она приходит, потому что этого духа нету. Тора, как учение, как, скажем, мудрецы Торы, как руководители народа, они потеряли, потеряли свое влияние. Они обращаются к народу, ну да, кивают головой, все вроде как нормально, но духа, позволяющего завоевать страну и удержать ее, завоевать страну, удержать ее в своих руках, развивать ее дальше, упрочить границы, идти ко времени установления, идти к объединению всех колен, установления царства, придать значение Мишкану, переносному храму, который стоит в шилов, всего этого нету, и мудрецы Торы не могут это сделать. И мудрецы Торы становятся мельче, занимаются более частными, более частными задачами, и у них меньше решительности, уже нету таких мудрецов, которые готовы взять на себя решение проблем сего народа, как Иуд, встать, подняться в одиночку, убить царя Иглона, поднять восстание, объединить все, объединить все колено, судить их и Торы, вдохнуть в них новый дух, этого не получается. Всевышний дает руководителя народа, пророка двору, которая становится судьей в том плане, что она должна решить те проблемы, тот недостаток, который есть в народе на это время. Какой есть недостаток? Какой есть недостаток, двор расскажет об этом в своей песне после победы над Иовином, над Сисрой, она скажет свою этой песне. Пока мы можем представить себе, что Тора в именах дает намеки, как бы сила сыновей Израиля, она уходит к народам, народам мира, если они ей не пользуются и с этой силой, она уходит к народам мира, там она принимает свои искаженные формы и обратно как бы обращается против сыновей, против сыновей Израиля. И вот царь Явин, это вот слово бина, понимание, пропало понимание, понимание, да? Понимание, что такое понимание, когда человек, когда говорит человек, я понял, когда что-то у него внутри, в душе что-то затронуло, слова Торы, что-то затронуло внутри, в душе, он нашел, в его душе нашелся отклик на то, что он, на то, что он слышит, на то, что ему говорят, он говорит, о, я понял, я понял. то есть пропал этот отклик, пропал внутренний заряд, пропало понимание, понимание глобальных задач, да? Потому что тебе говорят слова Торы, ну, да, ты понимаешь, да, там вот что-то нужно сделать, вот что-то нужно исправить, но мы же понимаем, что перед сыновьями Израиля до сих пор в этот период стоит задача объединиться и повлиять, повлиять на весь мир. Все, понимание пропало, ушло, как был, к народам мира и обернулось против сыновей Израиля, да? Сисра также здесь просматривается слово сар, свернул, свернул с дороги, да, сыновья Израиля сворачивают с дороги, то есть чужие, чужие обычаи, чужой взгляд на, на мир, он становится, он становится привычным, это есть свернуть дороги, дорога это то, что каждый день ты просыпаешься с утра, да, вот, и это входит уже в твои привычки, да, здесь, значит, мы видим пропало понимание и сыновья Израиля, уж по крайней мере, начинают сворачивать с дороги их, их состояние, их жизнь, чужие, чужие обычаи, чужой взгляд на вещи становится привычный, да, вот, и тогда приходит пророчица, да, которая, которая должна вдохнуть новый дух в сыновей Израиля, да, слова Торы есть, Тора не забыта, да, но она не понимается, ее глобальное значение не понимается, задачи ее глобальные не понимаются, нужно вдохнуть дух, это должна сделать Двора, да, вот, ее имя, оно также содержит намек, с одной стороны Двора, мы понимаем, что это пчела, да, с другой стороны здесь как бы зашифровано, зашифровано Дебур, речь Всевышнего, да, речь Всевышнего, не только как бы, не только как бы, скажем, текст, здорованная Тора, но речь Всевышнего, которая начинает звучать как призыв, да, как призыв, вот, она, она жена Лапидот, да, жена Лапидот, и Лапид, как мы представляем с вами, факел, да, и здесь опять же, да, в имени, в имени заложена некоторая, некоторая информация очень важна, Лапид, факел, почему его так назвали ему уже Двора, скорее всего, это прозвище, да, потому что он заботился о том, чтобы, о том, чтобы постоянно было, постоянно было масло в мешкане, да, масло было в мешкане для Минуры, вот, и также заботился об более простом освещении, об освещении городов, прошу прощения, ничего не поделаешь, на об освещении городов, да, и вот он тем, что он, как бы, старался поддержать двор, старался поддержать дух, а Лапидот старался поддержать влияние, влияние мешкана на сыновей, на сыновей Израиля, не только зажигал Минору, естественно, он старался привлечь сыновей Израиля к служению в мешкане, который также, как мы понимаем, он влияет, возвышает на сыновей Израиля не словом Торы, а некоторым таким ощущением божественного присутствия, вот, это, как бы, компенсация непонимания, которое граничит с таким безразличием. она судила Израиль в то время, она сидела под пальмой дворы, да, есть много комментариев, почему здесь говорится под пальмой, один, один из комментариев, что, скажем, для женщины, которые приходят часто, постоянно, приходят люди, приходят постоянно мужчины, руководители колен, к ней приходят прежде всего важные люди, да, и они хотят с ней посоветоваться, и часто это разговор, который должен быть, скажем, индивидуально, так, чтобы другие не слышали, она предпочитала сидеть на, в открытом месте, под пальмой, да, вот, и если нужно было с кем-то говорить тайно, то другие отходили на такое расстояние, чтобы их разговор не был слышен, поэтому, скажем, двор сидел под пальмой, это такое простое объяснение, вот, между Рамой и Бейтелем, это происходит в центре страны, на, в колене Беньямина, если брать Рама и, между Рамой и Бейтелем, то это колено Беньямина, да, и также на горе Ифраима, и поднимались к ней носу цены Израиля, приходили для того, чтобы советоваться и понять, что делать дальше, в основном главы колен, чтобы повлиять на свои колена, и она послала и призвала Барака, сына Абинома, искадышно втали, и сказала ему, вот, что повелел Бог всесильный Израиля, пойди и собери на горе Тавор и возьми с собою десять тысяч человек и сынов Нафтали и сынов Звулуна, да, это северные колена, которые больше всего страдают от давления, давления сестры, давления Явина и сестры, да, а я приведу к тебе, а я приведу к тебе к потоку кишон, сестру и начальника Явина, и колесница его, и полчища его и предам его в руки твои. То есть двора получает пророчество, которое обязывает выйти на войну с сесрой и с Явином, с царем Явином, и в этом пророчестве есть обещание победы, да, есть обещание победы чудесной, чудом, но естественно нужно приложить свои усилия, нужно поднять народ Израиля на войну, будет ли это просто сделать, нет, это будет очень непросто сделать, поднять разрозные колены, которые, как мы говорим, пришли к состоянию такого равнодушия, ну, каждый занимается своими частными делами, нельзя сказать, что они оставили изучение Торы, но это превратилось в такое частное дело, которое не пробуждает, не затрагивает душу, поднять колено в таком состоянии на войну будет очень, очень непросто, даже, когда известно пророчество, что будет чудо, Всевышний помогает и произойдет чудо, и сказал ей Барак, если ты пойдешь со мною, то я пойду, а если не пойдешь со мною, я не пойду, то есть он говорит, ужасную вещь говорит, я военачальник, я мудрец Торы, я известный человек праведностью, известный в народе Израиля, допустим, он не говорит, но он это знает, я не смогу поднять народ, я сейчас встану и скажу, что мне открыто пророчество, что мы должны победить, мы должны победить сестру, если мы подойдем к потоку Кишон, у горы Товор, мы должны победить сестру, не пойдут со мною, не пойдут, я не подниму их, я сдаюсь, сдаюсь, не подниму, все твои годы работы двора, да, это все замечательно, да, вот, только ты, только ты, потому что у тебя Дух Всевышнего, да, Дух Всевышнего, и если ты скажешь, да, а вот я буду стоять рядом, если ты обратишься, да, если ты будешь в войске, да, я буду воевать, но ты будешь с войском, да, тогда есть какая-то надежда, что Божественный Дух коснется их сердец, и они поднимутся, да, я не смогу, да, смотри, ебтый, куда пошла, не найду, и сказала она, и сказала, и сказала она, готова я пойти с тобой, только ведь не твой, не твоей будет слава на этом пути, которым ты идешь, ибо в руки женщины предаст Бог, предаст Бог Сисру, да, то есть в самом, в самой победе, в самом чуде будет неполнота, да, раз ты не готов или ты не чувствуешь уверенности в народе, или это действительно у тебя есть причины сомневаться в том, что соберется к тебе достаточное число людей, да, победа будет неполной, чудо будет неполным, да, а понятно, что значит неполное чудо, есть же будущее, нужно двигаться вперед, есть народы мира, которые смотрят, и которые видят, которые видят, что Всевышний с народом Израиля, а если бы чудо было более полное, более яркое, они бы это еще более полно увидели, да, и встала двора, и пошла с бараком в Кадеш, да, на севере, это не Кадеш, который на юге, Кадеш, который на севере, и созвал барак санамей с Вулууной, нафтали в Кадеш, и поднял за собою десять тысяч человек, и с ним выступило двора, да, вот, давайте посмотрим, просто одним глазом, может быть, мы пытаемся себе представить, это раскопки Хацора на севере, но мы с вами говорили, что в Хацоре были найдены изображения, разбитые мечом, то есть, когда Яшуа захватил Хацор, его воины разбивали изображение идолов прямо как бы во время боев, во время схватки разбивали мечом идолов, как и повелел Всевышний уничтожить всех идолов, уничтожить все изображения, разбить все жертвенники, однако, мы видим, что, значит, одно дело завоевать, а другое дело заселить, да, заселить землю Израиля, Хацор был оставлен незаселенным, или, да, или земли вокруг него не были заселены достаточно, и царь Явин с легкостью знал оттуда сыновей Израиля, и обосновался в Хацоре, сделал его своей столицей, да, это гора Тавор в центре, как бы, в центре земли Израиля, да, вот, и около мы видим плодородную долину, да, и около этой горы протекает поток поток Кишон, да, почему вот мы здесь видим разлив потока, разлив потока Кишона в дождливое время, как бы, небольшой такой ручеек превращается в мощный поток, да, и вода растекается еще за пределы как бы этого потока и увлажняет землю, это происходит мгновенно, как вот в пустыне, в Негеве в потоке появляются совершенно неожиданно, сначала несколько после дождей, вот, а иногда, скажем, дождя уже нету, а вода где-то бродила, бродила, вдруг она нашла свой путь, прорвалась, несколько капель ты видишь, и потом сразу мощный поток несется, это, скажем, там, в гористой местности, но, оказывается, и в такой более пологой местности, более равнинной местности, есть такое явление, что вода быстро, в дождливое время, быстро распространяется за пределы того русла, по которому она обычно течет. Вот, теперь мы вернемся к нашему тексту, а можем, если уж раз мы остановились с вами, посмотреть таблицу и представить себе по времени, где мы стоим. Иуд Бен Гера это с 1106 года по 1187 год, это где-то 80 лет, естественно, речь идет о годах до нашей эры, а потом Шамгар, Шамгар где-то он в то же время, когда Иуд Бен Гера, а потом Двора, потом Двора и потом Двора и Барак. Теперь дальше, пробираемся с вами дальше и возвращаемся к тексту, возвращаемся к тексту. И дальше рассказывается о том эпизоде, о той победе, которая, скажем, участие этой победы, которая отдана женщине, как было предсказано Бараку. И созвал Барак, вот 10 тысяч у него Ахавер из Кейни, отделился от кинейцев, есть Хевер, имя человека, он из рода Кейни, и он живет более-менее отдельно, он переходит с шатрами с места на место и кочует в северной части страны. Он от потомка Хубаба, Хубаба, Хубэпф, на тесте Маше, нам прямо указано, что Хубэпф это одно из потомков Хубаба, тесте Маше, и раскинул шатер свой у Илон Битца на ним, что при Кадеше. Очень хорошо, он там ходит, и сказали сестры, что Барак, сын Абинаамов, зашел на гору Тавор и собрал сестра все колесницы своей, 900 колесниц железных и весь народ, который у него из Хорошит Агуим потоку кишон, и сказала двору Бараку встань, ибо этот день, когда Бог придаст сестру руки твои. Ведь Бог вышел перед тобой и сошел в барак с горы Тавор и 10 тысяч человек за ним. Величайший подвиг, как мы представляем, потому что пешие воины выступают против 900 колесниц, и пока они находились на горе, у них был шанс противостоять войску Сисры, сейчас нету никакого шанса, и навел Бог смятение на Сисру, Бог помогает, как всегда, тем, что он посылает голоса, молнии, враг пугается и бежит, и на все колесницы, и на все ополчение, и убегая, падали от острия меча барака, и сошел Сисар с колесницей, и убежал в пеший, как мы знаем из песней дворы, что произошло, неожиданный разлив кишона, который мы видим, и колесницы, которые должны были быть мощнейшим оружием, преимуществом Сисры становится его недостатком, они увязают, тут же увязают во влажной земле, попадают в сам поток, и он теряет основную свою силу, это приводит к смятению, он бежит, и Сисар же убежал, пеший к шатру Яели, жены Хевера, он просто спасается в одиночку, приходит к шатру Хевера, ибо мир был между Явином, царем Хацор и домом Хевера, Хевер кочевал в себе, он не враждовал с Явином, и Сисра решил, что это место, где он может укрыться, и вышла Яели навстречу Сисре и сказала ему, зайди, она принимает его, напоила его молоком с медом, и когда тот уснул, она взяла кол от шатра и молот и вонзила ему в висок, и вот Барак гонится за Сисру, и вышла Яль навстречу ему, и сказала ему, пойди, покажу я тебе человека, которого ты ищешь, и вошел он к ней, и вот Сисра лежит мертвая, и кол в виске его, и подчинил в тот день Явин царя Канаанского сыном Израиля, и становилась рука сынов Израиля все тяжелее и тяжелее над Явином, царем Канаанским, пока не истребились они Явина царя Канаанского, то есть еще долгое время боролись, хотя основная сила уже была преодолена, еще борьба происходила долгое время, чудо не было полным, чудо не было полным, потому что сыновья Израиля не были готовы, и Барак это чувствовал, чувствовал, да, мы все это здесь видим. Теперь здесь есть такой тяжелый момент, мы понимаем, что Яэль легла с сестрой, и впоследствии Дворов песня говорит, что благословенный Яэль больше, чем женщины в шатре, больше, чем женщины, которые соблюдают скромность. мы понимаем, что отношения с чужим мужчиной, замужней женщиной, они сражайшим образом запрещены, да, вот, но здесь, когда речь идет о судьбе всего, судьбе всего народа, да, двора говорит о том, что Яэль, она поступила совершенно героически для того, чтобы уничтожить сестру, для того, чтобы не дать ему убежать, она вот поступила таким образом. Это такой тяжелый момент, который трудно обсуждать, но мы его встречаем несколько раз в нашей истории, мы приближаемся к Хануке, один из рассказов в Хануку, это о иудит, который убил, который убил Алаферна, вот, также пришла к нему, легла с ним и потом убила его. Это как бы вот такой момент невростой, что когда речь идет о спасении, о спасении всего народа, даже такие тяжелые законы отступают на задний план. Вот, да, и теперь мы с вами можем посмотреть ту песню, которую поет двора после победы и из нее еще что-то понять о той ситуации, о той обстановке, которая была. И воспела двора, и барак сына Бенуама в тот день так, когда были нападения, когда народ проявил добрую волю. Мы здесь видим интересный момент, что у дворы, у пророчицы, у нее не было той силы, которые у других судей были, приказом собрать весь народ, если кто-то не придет наказать строжайшим образом тех, кто уклоняется от борьбы. Она призывает только вот таким духом, как бы пророческим, но не приказом, не силой угрозы, и поэтому народ проявил добрую волю. Пришли, пришли колено, но мы сейчас увидим, что не все колено пришли, не все колено пришли, вот это равнодушие, непонимание, оно проникло настолько непонимание своих задач, непонимание того, что так не может продолжаться, что сыновья Израиля в конечном итоге потерпят поражение, будут вынуждены куда-то бежать из земли или попадут в рабское положение, этого понимания нету, каждый занят своими делами, в том числе и духовными делами каждый занят, но не глобальными проблемами народа, вот, и она говорит, народ проявил добрую волю, то есть многие пришли, мы видим, Нафталии, Звулун собрались и собрались и выступили, хотя они больше всего страдали, но они же тоже могли испугаться, они больше всего видели силу царя Хацора могли испугаться, не испугались, пришли, петь я буду, петь буду Богу Всесильному Израиля, двора поет песнь, также чудо великое, сравнимое с тем чудом, когда сыновья Израиля перешли через море и колесницы египтян утонули в море, она поет песнь, такую же песнь, как пела Мирьям и Маше после перехода через море, но что здесь, что она, с чего она начинает, посмотрите, как она говорит, Бог, когда выходил ты от Сеира, когда шествовал ты с поля Идомского, земля тряслась, и небо капало, и облака сочились водою, горы таяли перед Богом, это Синай перед Богом Всесильным Израиля, какое-то странное видение, оно говорит об исходе из Египта, оно говорит прежде всего о даровании Торы, из этих строк мудрецы наши учат, что Всевышний, прежде чем даровать Тору, он как бы обходил все народы, и предлагал всем народам Тору, и только после того, как он обошел всех, он пришел вернуться к горе Синай. Эту Агадуни нужно понимать буквально, но то, что нам важно здесь, что Тора должна была быть дарована для всех народов, и когда это как бы не получилось, потому что народы не были готовы ее принять, она была дарована сыновьям Израиля, чтобы они распространили ее на все народы, задача распространить Тору на все народы, и двора напоминает об этом, о том, что было забыто, стало как бы совершенно нереальным, неосуществимым, но однако это на тот момент, но однако это план Всевышнего, и о нем невозможно забывать, невозможно в любом положении, в любой ситуации невозможно забывать, что перед сыновьями Израиля стоит эта задача, что Тора была дарована для того, чтобы распространить ее на весь мир, и горы таялили перед Богом, это Синай перед Богом Всесильным Израиля, то есть она напоминает эту картину взрывания Торы, когда говорится, что гора Синай дымилась, здесь она говорит, что гора Синай таяла, хорошо, немножко другая картина пророческая, вот, сказала об этом, в одни Шамгарос, и на Анато, в одни Яэля опустили дороги, вот, а что получилось, вместо того, чтобы распространить Тору на весь мир, говорит она коротко очень, да, сыновья Израиля не могут жить в своей земле, не могут построить свою страну, потому что везде разбойники, которые ходят по дорогам, и дороги опустили, и люди для торговли ходят окольными путями, ужасно, нету власти, нету страны, когда по дорогам нельзя пройти, это нету страны, не стало открытых городов Израиля, люди не могут жить без стен, да, есть города обнесенные стены, а есть города необнесенными стенами, необнесенные стенами, они собираются в большие города, если есть опасность, но тут стало невозможно жить без стен, вообще просто, пока не встала я двора, пока не встала я мать в Израиле, да, здесь некоторый упрек такой дворе, что она как бы говорит о себе, вот, возможно, но действительно, действительно, да, как вернуть эту ситуацию, как вернуть народ вот этого падения, когда уже нету страны, вернуть его к этой высокой задаче, когда хотя бы вспомнят о том, что на них лежит обязанность распространить Тору повсюду, это я двора, который вдохнуло, вдохнуло новый дух в народ, да, как вот у народа есть праотцы, есть праматери, так и я в какой-то момент возродила народ заново, как мать рождает народ, так и я возродила, потому что потеряли все, потеряли все, да, в каком плане потеряли все, нет, не потеряли знания Тора, не потеряли соблюдение заповеди, потеряли глобальное понимание, зачем они и для чего они, для чего они здесь, они, мы, как хотите, так и скажите, вот, когда избрал он божества новые, тогда война у ворот, да, тогда война у ворот, и видели ли щиты копьё у сорока тысяч Израиля, да, нужно было собрать войско в сорок тысяч, и не было оружия, потому что сыновья Израиля не думали к этому, об этом, не готовились к этому, для того, чтобы отстаивать свою страну и защищать страну, собраться всем вместе коленом, собрать войско в сорок тысяч, да, и чтобы было оружие для всех, нет, не было это, да, вот, сердце моё, как из этой ситуации вышли, говорит двор, а сердце моё правителям Израиля, сердце моё благодарно, направлено к правителям Израиля, да, добровольным заступником в народе, добровольным, потому что она не могла их заставить, как мы говорили, да, она им могла только сказать, пробудить их сердца, да, и вот они приходили к ней, к этой пальме, советовались с ними, да, и они, и она пробудила их сердца, и они отправились в свои колена для того, чтобы поднимать их, да, славьте Бога, да, и естественно, что они, эти люди, которых пробудила двора, они решили всю ситуацию, но, как всегда, говорится, в такой ситуации славьте Бога, у Бога решающие, как бы, аргументы, решающие силы в таких ситуациях, хотя люди сделали очень-очень много, да, ездящие на ослицах белых, выседающие на суде и ходящие по дороге повествуйте, да, вот расскажите, мудрецы Торы, расскажите о том, что произошло, да, об этом чуде, которое случилось, как народ пробудился и Всевышний сделал чудо, вот, и, да, так далее, да, вот, она говорит, воспрянь, воспрянь, двора, воспрянь, воспрянь, воспой песнь, из этого мудрецы говорят, что ее, как бы, обращение внимания на себя, вольно или невольно, оно выразилось в какой-то гордыне, не такой, как обычно бывает и людей, но малейшее проявление гордыни в то время, когда на человеке лежит пророческий дар, оно приводит к тому, что она может потерять этот дар, и она действительно начинает терять его, и она сама себя пробуждает, воспрянь, воспрянь, двора, она хочет, чтобы пророческий дух вернулся к ней, потому что она начала его терять, из-за такого, как бы, выпячивания своей личности, ну, условно говоря, так что, встань в барак, и бери в плен пленников твоих, вот, то есть, то есть, всевышний заранее предсказал победу, ты выходишь на войну, чтобы убрать пленников, да, и от Ифрайма пришли боевать, чей корень в Амалике, в Амалике, в борьбе с Амаликом, в войне с Амаликом, да, Яшуа выступил в свою временную борьбу с Амаликом, Бениамин, с тобой, люди твои, да, из центра страны, от Мехира, это из Гелада, да, сошли правители, и от Зулуна, носящие трость, песца, да, то есть, вышли даже мудрецы Торы, люди, которые не, не привыкли держать оружие, да, они вышли на войну, и князья Иссахара были с дворою, вот, и так далее, и так далее, да, но Рувен отделился, да, и были у него большие сердечные колебания, как бы он сомневался идти, не идти, не обошел, да, отчего ты сидел среди законов, чтобы слушать блеяне стад, да, Рувен, как мы знаем, он живет за Ярденом на Восточном берегу, у него много, много стад, большие стада, и он не оторвался от них, не вышел на войну, был спокоен, у него ничего в данный момент не, как бы не горит, сестра, я вин, его не давят, так, да, мы видим здесь, как вот, такое расслоение народа, которого не было, не было раньше, да, вот оно здесь проявляется, и мы можем представить себе вот такую, как бы, лестницу духовного спуска, единство народа начинает шататься, да, и так далее, она упрекает другие колена, да, вот, а теперь она говорит, пришли цари, сразились, тогда сражались цари Канаанские, в Танахе, у вод Мегидо, у вод Мегидо, у водоемов Мегидо собрались, сисра собрал свои колесницы, прежде всего, потому что коням нужно очень много воды, так он пришел к, прежде всего, к водоему, да, платы серебром, они не врали, то есть, если бы мы даже захотели от них откупиться, мы бы не смогли откупиться от них, потому что они хотели уничтожить сами колены Израиля, с неба сражались звезды, с путей своих сражались сисры, да, вот, война, как бы, да, здесь Дворо говорит, что народы мира верят в то, что созвездия помогают им, и что есть определенные времена, когда благоприятные на эти времена указывают звезды, когда можно одержать победу, и сисра это время рассчитал, но оказалось, что все все наоборот, как бы, на то, что должно было быть благоприятным временем, повернулось в самое неблагоприятное время для систры, поток тишон, вот здесь мы видим, увлек их поток, древний поток тишон, попирай душа моя силу врагов, песнь моя, она должна возвысить сыновей Израиля и придать им силы для борьбы в будущем, вот, а здесь она говорит, останавливается, да будет благословенно среди жен Яэль, жена Хевера Кейни, да, и жен в шатрах, то есть больше, чем жены в шатрах, да будет она благословеннейшей, да, подчеркивает этот подвиг, подвиг Яэль, подвиг, скажем, необычный, о котором как бы напрямую не говорят, но вот его подчеркивает, и описывает, воды просил он, молока подала она, в чаши вельмож поднесла ему, и так далее, подробно описывает, как она усыпила сестру для того, чтобы убить его, потому что с неспящим, водорствующим она бы, слабая женщина, не справилась, она даже не знала, как одолеть его мечом, она не могла его поразить, она взяла кол, и то, то есть то орудие, к которому нам привыкло, когда разбивали шатер, она брала и помогала мужу молотом завоевать кол, вот так же она убила и сестру, да, вот, да, и заканчивает, двора, так погибнут все враги твои, всевышний любящий его, да будут, как солнце восходящее во всей силе своей, и покоилась земля сорок лет, да, естественно, что двора продолжала судить народ, продолжала влиять на народ, но, как бы между, между строками, или из начала следующей главы, мы можем увидеть, что положение было не совсем, не совсем благополучным, сыновья Израиля продолжали терять свою духовную силу, и это привело к новым проблемам. Я хочу остановиться на секундочку и послушать вопросы, если они есть. Если что-то хочется спросить, пожалуйста, пожалуйста, да, вот, я вас проверю. Добрый вечер, Равзеев, непонятно, но, потому что много имен, я понимаю, что это 12 колен, там перечислены все, да, кто как действовал, ну, вот, там, там, какие-то аллегории стрелы у колодцев, там, мне столько всего непонятно, что я даже перечислить не могу. Пожалуйста, давайте, хорошо. Там статцев, назад. Давайте вернемся к тексту и посмотрим, что непонятно, да, может быть, хочешь, все-все-все, сейчас попытаемся, я видел нашу задачу в том, чтобы ухватить общий смысл. Если вы говорите, что есть конкретные вещи непонятные, давайте попробуем, да, попробуем их посмотреть. Вот, среди же отделившегося Рувену большие сердечные колебания, он сомневается, выходить на войну нет, я извиняюсь, конечно. Да, 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 пожалуйста. Песца, это что такое? От зевулуна, носящие трося, это какое-то, они, чем-то колено, или что это? Это же какое-то обозначение, носящие трося, песца, вот в самом верху текста, вот, который у нас открыт, цифра 15. Цифра 15, 15-ое предложение. 15-ое корень. Да, и князь Исахар, и князь Исахар, и Исахар, как барак спустился в долину вслед за ним, содержа отделившись. Раньше. Раньше. Мы пришли течи, корень, вымываясь. И от Мехира сошли правители, и от зевулуна, носящие трося, носящие трося, 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 это понятно, да, то есть писали не пером, писали, писали тростью, да, и то, что двора, хочет сказать, что поднялись все, в зевуне поднялись все, и те люди, которые привыкли носить оружие, да, и те люди, которые не привыкли, не привыкли носить оружие, они все встали, и все встали, и пришли как один, да, вот, те люди, которые занимаются, обычно, это люди постарше, которые, да, вот, в принципе, все молодые люди должны уметь носить оружие, да, люди постарше, вот, они держат трость писания, уже давно оставили, так сказать, ратное дело, ратные упражнения, они тоже пришли, да, присоединились, потому что они от книг Луис на призыв дворы, что обещано чудо, да, когда есть чудо, должен народ собраться, должны все подняться, они так это поняли для себя, и пришли все, да, вот, что мы еще здесь можем непонятно, от чего, так, далее, про Рувена мы немножко поняли, да, Дан, почему на кораблях, Дан, почему на кораблях держался, да, Дан, это корабли, которые, это корабли, которые, спускаются по Ярдену, это не корабли, которые в Средиземном море, корабли, которые спускаются по Ярдену, Дан, часть колена Дана, как мы знаем, больше его часть, перешла на север, жила, жила на севере, и так, что они также были в этом, в этом тяжелом положении, и когда двора, двора призвала на войну, то вместо того, чтобы присоединиться к войску, да, Дан держался около кораблей, потому что если, если сыновья Израиля потерпят поражение, то он сядет на корабли, он спустится по Ярдену, и он уйдет из этих мест, где теперь ему, теперь его уже никто не сможет защитить, и где ему будет угрожать большая опасность, и поэтому он спрашивает, Дан, как же ты такое сделал, да, вместо того, чтобы выйти в войско, ты приготовил корабли для того, чтобы на них убежать, да, Ашер живет на берегу моря, и у залива своих обитает, да, и остался он, остался он в покое, в отличие от Дана, тоже северное колено Ашер, да, в отличие от Дана, оно никуда не собиралось, Ашер никуда не собирался убежать, но он остался в покое, да, Зволун, как мы поняли, да, и Нафтали, они вышли, вот о них здесь говорится, да, немножко мы представили себе, что с неба сражались звезды, и с путей своих сражались с Иссрою, они как бы, да, иногда часто говорят языком народов мира, да, вот, Иссро представил с его, что это было приятное время, что звезды указывают на его победу, скажем там, да, гороскоп его указывает на его победу, и тут звезды, они как бы переменили свой путь, да, и стали вести себя, стали вести себя по-другому, вместо того, чтобы, вместо того, чтобы Иссро победил, вместо того, чтобы расположение звезд помогло Иссре, оно вдруг взяло, взяло и помогло сыновьям Израиля, тогда забили лошадиные копыта от бега, от бега могучих коней его, вот, Сисро приближался, сначала был топот лошадиных копыт, потом он убегал, и убегали уже пешком, и этого топота уже не было слышно, проклятие Мироз, мы не очень знаем, что такое Мироз, это город, сказал посланец Бога, проклятый Мироз, сказал посланец Бога, город, который не вышел, также был близко к месту сражения, и не вышел, остался в пределах своих стен, остались жители, укрылись, и двора проклинает просто, проклятие, прокляните жителей его, ибо не пришли они на помощь Богу, на помощь Богу среди героев, интересное выражение, прийти на помощь Богу, как будто Всевышнему надо помогать, Всевышнему как бы надо помогать, потому что если народ не соберется, то и божественного присутствия не будет, и чуда не будет, поэтому Всевышнему тоже, скажем, как бы в каком-то смысле требуется помощь, надо по крайней мере выйти на войну, для того, чтобы произошло чудо, так что они не пришли на помощь Богу, дальше говорится о Яэль, мы немножко поняли, что она благословенный жен в шатрах, что жена должна оставаться в шатре, это признак кромности и так далее, вот, и она отступила от скромности, как бы полностью, и двора говорит ей благословение, вот, теперь выше где-то мы, то, что вы спрашивали про стрелы, да, вот, смотрим, 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 воспрянь, воспрянь двора и бери в плен, так, да, вот, цари Гнанские путей своих сажали, с Исрою, да, вот, где же у нас было про стрелы, это в самом начале пути, в самом начале, да, не стало открытых городов Израиля, не стало их, пока не встал и от двора, когда, а, с голоса, да, вот, ездящие на острицах белых, выседающие на суде и ходящие по дороге повествуйте, с голоса тех, кто пускает стрелы у колодцев, там воспоют праведные деяния, там воспоют праведные деяния Бога, да, у колодца пускали стрелы, у колодца пускали стрелы разбойников, у этих колодцев останавливались, вот, эти руководители народа, которые приезжали к дворе, за советом и потом возвращались свои колена, да, как правило, разбойники, нападения, они происходили, они происходили у колодца, она сказала нам, что по дорогам нельзя было ходить, она сказала нам, что люди не жили в открытых городах, и теперь она говорит, да, вот, с голоса тех, кто пускает стрелы у колодцев, там воспоют праведные деяния Бога, от голоса тех, этот голос пропал, его уже нету, тех, кто кричат, нападают, пускают стрелы около колодца, их нету, да, страна успокоилась, пусть там у колодцев, где на людей нападали, где они подвергались опасности, пусть воздадут славу Всевышнему, пусть споют ему песни, да, вот, ну, вот, как бы так, я не знаю, да, примерно, вот, хорошо, ладно, есть что-то? Я поняла, спасибо большое. Я, правда, запуталась совсем, тут еще колодцы. Очень хорошо, мы для этого, у нас не имеет смысла разговаривать, если не задавать вопросы, все правильно, у всех свой особый интерес, если вы спрашиваете конкретные вещи, очень хорошо, так, если есть еще вопросы, то очень хорошо. Равзеев, добрый вечер. Так он. Скажите, пожалуйста, была ли возможность и задача в том периоде все-таки распространить вести от Творца и кананские народы, которые остались, приобщить к еврейству, к единому Творцу? Такой потенциал был в это время или нет? Такой потенциал такой потенциал был тогда и такой потенциал есть в наше время. Для того, чтобы распространить влияние на другие народы, нужно быть нужно быть силой, нужно быть политической силой. Политическая сила, это она строится в общем-то на военной силе, по крайней мере такой силе, которая способна тебя защитить на армии, на прочном государстве, на мудром царе, на единстве народа, на духовной возвышенности народа. Вот это то, что нужно для того, чтобы повлиять. Конечно, это можно было сделать. Но мы видим, что на то, что мы обратили внимание, единство народа распадается, само понятие того, что есть общая идея и общая задача, кроме даже завоевания земли, есть общая задача, эта идея уходит постепенно, да, мы видим, прямо ощущаем с вами, как бы, видим эту обстановку, каждое колено само по себе, да, и когда колено чувствует, что оно может продолжать и жить и так же, по крайней мере, ему так представляется, оно не выходит на войну, да, вот не все так, правда, да, но есть и такие колена, да, и, конечно, в таком состоянии невозможно влияние на влияние на мир, для того, чтобы влиять на мир, надо понимать, что на тебе лежит такая задача, да, вот, для того, чтобы исполнить эту задачу, надо иметь базу, да, вот, можно было бы сказать материальную базу, но здесь больше, чем материальная база, здесь и материальная, и духовная база, но материальная база, она точно должна быть, прочные границы, мудрый царь, да, вот, иначе, иначе с тобой никто не будет Никто не будет разговаривать, да, ты просто не представляешь из себя никакой силы, никаких политических аргументов у тебя не может быть так. Это правильно или неправильно, но это так, да, среди народов так водится, да, что для того, чтобы тебя послушали, ты должен быть уважаемый, уважаемый, у тебя должна быть сила, по крайней мере. Спасибо, Розе, спасибо. Розе, такой вопрос, такое ощущение, что в этой истории особым образом отличились женщины, вот почему так, чем это можно объяснить? Они не так сильно упали, как мужчины? Не то, чтобы упали, скажем, да, есть, наверное, несколько причин. Можно представить себе, да, это не абсолютно, но есть такая тенденция, да, что мужчины – это больше мудрость, рассуждение, философия. Пророчество, да, пророчество, оно больше как бы, оно больше характерно для пророчества, интуиции, пророчество, оно больше характерно для женщин. Мы видим здесь, как бы чувствуется, да, что вот это мужское начало, мудрость Торы, которая должна передаваться из поколения в поколение, и не только в плане соблюдения конкретных заповедей, но и в плане тех задач, которые стоят перед народом, объяснить так, чтобы это затронуло душу, так, чтобы это волновало. Это уходит постепенно, приходит пророчество, пророческий дух, да, и он приходит, он приходит, приходит через, приходит через женщину. Ну, это как бы, естественно, да, пророческий дух, после того, как он, скажем, отошел от народа по тем или иным причинам, он возвращается через свое естественное начало, возвращается через женское начало, да. Вот, и мы видим, что этот дух пророчества, оно совершенно необходим, потому что невозможно вывести на войну, если не будет предсказания чуда, не будет предсказания победы, да, это совершенно другая ситуация, которая была раньше, да, вот можно было поднять на войну, вывести народ на войну, когда не было конкретного предсказания о чуде. Здесь, да, мы видим, что есть конкретное предсказание о чуде и пророчество, возвращение пророчества, оно, естественно, как бы, если так можно сказать, через женское начало. А вот то, что Сисру побеждает женщина, это прямо двора объяснило, это некоторое такое наказание, да, так бы было полное чудо, сила там, ну, допустим, представим себе, молния там бы поразила Сисру, да, вот, или бы его захватили и казнили, или бы его убили на поле сражения. Так его убила женщина, и это преуменьшило чудо, и это наказание. Наказания не удостоились полного чуда. Вот таким вот образом, да, я бы сказал, печальным образом, да, когда женщина должна была пожертвовать собой, своей честью, да, таким печальным образом пришла победа над Сисрой. И она еще, эта победа еще не была полной над Евином, война продолжалась еще дальше, да, это наказание за вот такую нерешительность, непонимание своих задач, да. Вот, да. Ранзей, можно вопрос, да? Да, пожалуйста. Хронология двора относительно Шимона. Шимон завершает эпоху Судии? Еще раз, Шимон? Да. Шимон? Да, Шимон тот самый, да, богатыр. Я не совсем понял, Ефим, пожалуйста, поясните. Хронология двора относительно эпохи Шимона. Шимшона, наверное. Шимшона? Шимшона, да, да. А, Шимшон, так мы же не добрались до Шимшона. Мы посмотрим, да. Мы, если вы хотите, если вы хотите заглянуть вперед и увидеть такой спуск вниз по лестнице, да, то да, действительно, если мы представим себе Шимшона, то уже на войну никто не выходит, никого невозможно поднять. Всевышний посылает человека, который воюет один, да, и его фактически предают, да. Конечно, это, как бы, развитие вот ситуации в таком печальном направлении. Мы видим постоянно, как бы, лестницу спуска. У нас следующая история про Гедеона, да. Мы увидим, что уже не давление, как сказано про Явино, уже Медьян властвует во всей стране, да, уже есть конкретные, описываются конкретные случаи до поклонства, да, вот. И, да, это, как бы, Гедеон, приходит Гедеон. А дальше вот Шимшон, Шимшон – это конец, в общем-то, самый конец эпохи судей, да. Можно сказать, что он последний судья, потому что после него Ильи, да, вот, или даже можно сказать, что после него Ильи, а потом уже Шмуэль. Ильи Шмуэль – это фактически, как бы, ну, конечно, и конец эпохи судей, но в каком-то смысле это уже начало эпохи царства. Шимшон – сам, сам, в конце эпохи судей. Шимшон – это фактически. Возникает именно женщина-пророчица, именно нечто аллогичное, нечто происходящее вот, ну, вот, ну, сверху, действительно. Именно то, что она, вопреки всей логике, вопреки всему, она видит корень зла и идет к нему, несмотря ни на что. То есть, вот, чтобы уничтожить его. Я вот так вот, у меня такая мысль, что когда исчезает единение людей, потому что оно все-таки логично, оно все-таки, ну, там, я не знаю, уж сродни политики, что ли, то тогда Бог дает слово женщине. Делать нечего. Ну, я думаю, что, я думаю, что, в принципе, правильно. Я просто немножко ту же мысль, я немножко по-другому выразил, да, что есть, есть Тора, есть воспитание, то, что ты должен знать, то, что ты должен понимать. Потом в какой-то момент это уходит тогда, что нужно вдохнуть дух, да, и тут Всевышний выбирает женщину. Тут же выбирает женщину, потому что мы сказали, да, что женщина более склонна к пророчеству. Логика, да, да, как бы, не знаю, как бы там, я думаю, что и есть и логика, и все, но она работает по-другому, да, и во главе всего стоит интуиция, да. Вот, как вы сказали, вычленить проблему и начать работать, призывать, также обращаться к сердцу, не столько к голове, сколько к сердцу. Я думаю, что да, думаю, что это правильно, вот это как раз образ дворы, да. Спасибо большое. Хорошо, хорошо. Ладно. Ну, хорошо, мы тогда с вами остановимся. Как всегда, я не успел выполнить наш план, хотел начать говорить о Гадионе, но, честно говоря, очень рад, потому что мы с вами разговариваем, обсуждаем, а это, наверное, самое главное. Ладно. Так что всем большое спасибо. Уже жду следующей встречи с вами. Посмотрим, что у нас там происходит в Хануку. Надеюсь, что мы сможем с вами поговорить, как обычно. Всем всего самого доброго, успехов. Спасибо, Радзеев. Спасибо большое, Радзеев. Все интересно было. До свидания. Окей. Всем счастливо. До свидания. Те, кто участвует, сегодня 8.30 урок иврита. Тексты Тфилот, тексты Молиты Тороса Рауме Ливенштейна. Всем счастливо.